Итак, что же такое у нас графическая литература? И мы разделим наш разговор с вами на три части. Первая часть – это вот вообще мы поговорим про мир графического слова. Вторая часть связана будет уже с самим языком, языком именно в школе. Опять-таки, здесь будет чисто мое такое видение, что он из себя представляет. И третья часть – мы поговорим уже про некоторые методы работы и приемы. Итак, мир графического слова. Митература ли это? Что мы делаем? Мы смотрим или читаем? И вот есть даже такое высказывание, как «Комиксы – это наше все». Так ли это на самом деле или нет? Ну, традиционно мы знаем то, что графическая литература – это вот те самые американские комиксы, где есть некий такой супергерой в штанах, да, супергерой в маске. Он какой-то мститель и должен спасать мир. Но на самом деле в мире ситуация обстоит намного шире. И Европа тут не выступает первенцем, а выступает, как ни удивительно, именно Япония. В Японии есть специальный такой жанр манго, который существует аж с 12 века. Это жанр именно рисованной истории. И, само собой, соседи Японии – это Китай и Корея – они не могли тоже пройти мимо такого вида искусства. И постепенно, пусть спустя несколько веков, но в Китае с 19 века начинает развиваться аналогичный жанр, который называется манхва. И в Корее существует манхва, а с 20 века приобретает большую популярность. То есть, в принципе, вот эта мысль о том, чтобы рассказывать истории посредством кадров, изображений, посредством динамики движения внутри картинки, она приходит к нам из Азии. Сейчас многие из вас могут мне напомнить, что Алексей Николаевич как так, но ведь у нас же тоже был лубок, он известен тоже еще со средневековья. Но мы говорим именно о жанре литературном, о последовательном соединении разных изображений, которые в первую очередь несли в себе именно задачу повествовать о чем-либо. Лубок, да, он строился по тому же самому принципу, да, то, что вот есть изображение, есть какая-то надпись, но это большей частью статика, то есть это вот прям картинка с подписью. Ну, если вот очень утрированно говорить, есть, конечно, повествовательная задача, есть задача там сатирическая, но большей частью все-таки там нет главного, нет повествовательной канвы и динамики изложения сюжета. Сейчас мы же говорим именно о литературном произведении, которое было создано от начала до конца определенным автором, и в его задачу входит все-таки нарратив, то есть рассказать историю. Итак, в чем же была разница? Разница как раз-таки в том, что манго выступает в Японии как национальная литература, то есть она первична для японского общества, чем традиционная литература, которая написана буквами. Ну, это связано большей частью с мироощущением японцев, с их культурой, даже свой алфавит они воспринимают не так, как мы, это не просто буквы, это в первую очередь изображение, которое так или иначе отражает какой-то элемент их философии, видения мира. Поэтому они не читают, да, традиционно, как это делаем мы, они созерцают. И поэтому для них как бы этот жанр стал первичным, что, в принципе, уникально на сегодняшний момент, в отличие от всех последующих стран, где все, что связано с графической литературой, это всегда будет вторично. И потому что манго – это часть национальной литературы, то в этом жанре освещаются абсолютно все сферы жизни и деятельности человека, начиная от каких-то рассказов, романов, пособий по обучению, заканчивая даже биржевыми сводками и даже новостями. То есть у них прям есть целые газеты, которые написаны вот именно в виде манго. При этом, когда вы будете взаимодействовать со своими учениками, то вы услышите от них очень много страшных слов, типа там «яой», «манго», «аниме». И вот здесь все эти слова, они будут просто разновидностью манго. А вот «аниме» – это японская мультипликация. Мультипликация у них создается по разным принципам, и в том числе по мотивам манги. То есть фактически они просто перекладывают уже готовые изображения, вот этот изображенный ряд, на пленку или переводят в цифру и задают то движение, которое нужно было. Но вот эти два момента нужно отличать. То, что манго – это у вас на бумаге, чаще всего манго будет черно-белое, а аниме – это то, что вы можете уже посмотреть при помощи какого-то устройства мультимедийного. Это мультипликация. При этом еще один такой момент, то что нельзя любителям манго говорить, что аниме – это плохой мультик, то есть они на это очень сильно агрессируют, обижаются. Но, в принципе, мы с вами как бы понимаем, что даже если человек обижается, это не становится неправдой. Вторая особенность – это специфика чтения. Мы читаем с вами традиционно с лево направо, сверху вниз. Как раз-таки манго читается наоборот. Она читается справа налево, ну и сверху вниз. Тут, в принципе, как бы второй показатель, но он остался таким же. Поэтому довольно часто манго публикуется таким образом, что вот у вас книжка, и вы ее переворачиваете и начинаете читать как бы с конца, с начала. Но с точки зрения содержания история рассказывается по тому же самому принципу, что и в европейской литературе, да, через завязку, развитие действия, кульминацию, развязку. Разница только направления глаз. Но и этот момент, он тоже влияет на восприятие. Почему? Потому что вы начинаете уже совсем по-другому взаимодействовать с текстом. Вы нарушаете привычный этап чтения. И, в принципе, я столкнулся с тем, что те ученики, которые читают только манго и ничего другого, у них возникают большие проблемы с восприятием нашего классического текста, потому что их мозг быстрее устает читать слева направо. Он отвыкает от классического нашего движения. Поэтому этот момент нужно учитывать. В чем специфика манго? Почему очень популярный стал этот жанр? Потому что там герой – это реально простой человек. Это усредненный тип. Любой человек из любой сферы. То есть, ну, как любая литература, она интересуется разными видами людей. И поэтому то же самое делает и манго. При этом там не очень большая повествовательная плотность. То есть, они очень неспешно ведут свое повествование. У них низкая частота кадров. То есть, это три кадра в один ряд. И довольно часто бывает то, что они понижают до двух кадров в один ряд. И сверху вниз – это три ряда. Очень большая амплитуда изменений действий. То есть, герои, так как они существуют в реальных каких-то условиях жизни, то и действия у них тоже реальные. Много параграфического элемента. То есть, это озвучивание каких-то действий, звуков, жестов. Вплоть даже до того, что там есть специальные символы, которые обозначают то, что человек думает. Прям вот тут на лбу у героя рисуется иероглиф мысли. Бывают те элементы, чтобы показать, что человек там влюбился, появляются сердечки вокруг него. Либо если он злится и бежит, то там определенные искры. То есть, в принципе, с точки зрения визуальности манго обладает огромным таким потенциалом. Почему? В принципе, она очень хорошо ложится на экран. Она мультиплицированная. Единственное большое отличие – это, конечно же, эстетика. Как выглядят герои в манго. Они с позиции европейского человека, человека, воспитанного на наших комиксах, на нашей литературе, то мы понимаем, что герои несколько карикатурно выглядят. Это очень большие глаза, при том, что глаза довольно часто бывают неестественных цветов. Какой-то ледяной-синий цвет, либо же это может быть фиолетовый цвет, либо там красные глаза могут быть. Но в данном случае это все объясняется эстетическими воззрениями азиатского человека. Почему? Потому что большие глаза для них – это символ красоты. Они все хотят, чтобы были большие глаза. Длинное вытянутое тело, то есть это всегда очень длинные руки, либо как бы искусственно удлиненные ноги, подчеркнутые определенной маленькой длиной юбки. Это все, конечно же, составляет определенную эстетику для восприятия человека, который живет в Японии. Но с нашей позиции мы понимаем то, что это может быть воспринято не совсем адекватно современным читателям. Почему? Потому что просто мы видим некую такую карикатурность в этих всех героях. И поэтому, в принципе, человек, который существует вне этой культуры, он должен быть подготовлен к тому, чтобы понимать этот текст, не критиковать его, не ругаться. И, само собой, как бы воспринимать его в той эстетике, в которой он дается. Второй момент, на который очень важно обратить внимание, это сцены жестокости. Эстетика, опять-таки, и философия японцев, она совсем иначе трактует категорию смерти, чем мы. Они ее не боятся. То есть это не отрицательный персонаж. И поэтому, опять-таки, с позиции европейского читателя мы можем сказать то, что манго слишком жестокий. Там очень часто прорисовываются элементы драк и драк детализированных. То, что может появиться кровь, какие-то последствия, если кто-то кого-то там ударил. Ну и довольно часто умирают персонажи. Поэтому с этим жанром стоит работать очень аккуратно. И, ну, может быть, я не прав, но я всегда даю совет, то, что если вы видите, что у вас ребенок увлекается только манго, то как преподаватель вы должны нивелировать это каким-то другим текстом. Не отбирайте ни в коем случае. Никогда не стоит что-то отбирать у ребенка. Просто дайте ему другую альтернативу, где будет показано то, что вот, ну, как бы вот так поступать нельзя. То есть, да, для героя в его реальности, который создан именно в этом манго, так поступать можно. И все его будут оправдывать, и все его будут поддерживать. Но в реальной жизни так быть не должно. В принципе, если вы, ну, как бы, большей частью моего возраста, то классический пример для манго это как раз-таки мультсериал Sailor Moon. То есть мы его вспоминаем и понимаем то, что, да, на современном этапе, конечно же, мы бы такое своим детям читать бы не дали. Но, тем не менее, эти манго, из-за того, что они совсем по-другому смотрят на некоторые вещи, то они поднимают очень важные вопросы. Вопросы там жизни и смерти, соотношения дозволенного, соотношения, кто я в этом мире, да, что для меня, как для личности это важно или не важно. Ну, и, конечно же, вопросы взаимодействия человека с государством. Эти многие темы, они в европейском комиксе или в европейском графическом романе, они на сегодняшний момент пока еще отсутствуют. Несмотря на то, что я не могу сказать, что комикс — это молодой жанр, но вот исторически так сложилось, то, что эти темы либо поднимались точечно, да, либо же вообще, в принципе, не поднимались. То есть вопрос женщины в комиксе до сих пор решается, допустим, где ее там место. Вот. Что касается китайских и корейских комиксов, ну, они уже более разнообразны, да, там разные типы героев есть, как реалистичный, так и фантастический, но они уже все вторичны, то есть они написаны по мотивам каких-то сериалов, по мотивам каких-либо фильмов, каких-то книг. Чаще всего они существуют в электронном виде, не в бумаге, особенно корейские комиксы, они все в формате Webtoon, то есть их большей частью читают с компьютером. Но в чем проблема возникает у нас с Манхвой? Казалось бы, то, что что такого плохого, если ребенок там прочитает что-то по мотивам какой-то дорамы, да, то есть по мотивам какого-то корейского сериала, и в принципе это даже интересно, можно было бы проводить много параллелей, но специфика как раз-таки того, что это создается веб-литературой, да, это такая сеттер-литература, то появляется так называемый культурный код, который очень четко транслирует свою культуру, и ограничивает взаимодействие с другими культурами, чего, кстати, нет в Манго. То есть Манго подразумевает разные подходы в отличие от Манхи и Манхюа. И есть еще вторая особенность, там могут появляться маты, то есть ну, когда человек читает, допустим, на языке оригинале, то это не вызывает проблем, ему нужно это знать, но когда он читает в переводе только, то есть он не владеет языком-оригиналом, то само собой для нас, где такие слова не запрещены, то, конечно же, в художественном произведении увидеть такое слово это всегда прям такая ситуация нонсенса. Поэтому с этим моментом тоже нужно быть очень аккуратным. Но, опять-таки, все зависит от вашей аудитории. Что они захотят взять для работы, то на такую деталь вы и смотрите. В Европе ситуация с комиксами и, в принципе, графическими романами обстояла следующим образом. В принципе, первенство отдается бельгийцам. У них существует комикс с 1826 года именно классическим образом, да, как мы привыкли в маленькой такой книжечке. И у них есть даже национальный комиксный герой, Тин-Тин, который очень долгое время влиял на восприятие комиксной литературы именно как положительный. То есть, это приключение мальчика с собакой, который путешествует по своей жизни и справляется с какими-то приключениями. Во Франции на сегодняшний момент комикс является девятым видом искусства, то есть, он официально разрешенный вид письма и в принципе французы пытаются вывести свои комиксы и графические романы на одном уровне, как и традиционная литература. И у них это получается. Мы вспомним Маржан Сатропи, которая поднимает вопросы современного феминизма в мусульманском мире, допустим, ее произведение Персиполис либо вышивки и вообще самоопределение. То есть, в принципе, как бы французские графические произведения, они прям соответствуют всем требованиям классического текста художественного. Просто создается это при помощи синтеза изображения и слова. В России немножко иначе обстоит ситуация, да, все-таки Россия была слишком литературоцентричной страной, но, тем не менее, с 1895 года, как бы такой тип повествования тоже пришел к публике, да, благодаря модернизму. И отчасти вот вы можете вспомнить специфику Лубка, вспомнить окна роста Владимира Маяковского, да, и понять, в чем особенность как раз русского комикса. Он полностью ответить, ну, как бы ориентируется на достижение русской классической литературы. И вот с 1956 года в России есть свой собственный жанр как комикс, прям уникальный, не совсем понятный за пределами русского сознания, кажется скучным, возможно, даже из-за того, что всегда большой объем, но, видно, это специфика русского повествования, хочется рассказать все прям, чтобы было понятно. И графические романы, которые создаются на сегодняшний момент в России, они тоже такие, они прям создаются с оглядкой на те традиции, которые завещал нам золотой век русской литературы. И третий вид комиксов, которые существуют, это пришедшие с американской земли, в частности США, и вот они развивались со стрипов, то есть вот сейчас на экране вы видите, что такое стрип, это соединение двух, трех, четырех кадров, которые рассказывают некую такую ситуацию, фактически это анекдот, и ситуация должна резко поменяться, то есть ну как в анекдоте. И их стрипы выросли до реального комикса, и в итоге в Америке вплоть до 40-х, 50-х годов прошлого столетия победила линия супергеройского комиксного текста, и они нам дали шаблонного персонажа картонного, к которому мы привыкли, к этому герою в маске. Однако второе направление, которое начинает развиваться как противовес комиксному тексту, тем более комиксному тексту уже под конец не очень хорошего качества, это графический роман. Слово роман здесь ведущее, то есть графический это метод изложения, а роман это уже направленность, содержание. И в принципе как раз такие графические романы, которые создаются на сегодняшний момент в мире, они все правильные, с позиции нарративного комплекса, с позиции повествования, идей, то есть они прям пытаются стать частью литературного процесса. Как устроено в принципе повествование? То есть у нас всегда есть какие-то кадры, они соединены в определенной последовательности, эта последовательность известна, то есть вот как вы читаете, точно так же идет и повествование, то есть это такой зигзаг всегда. Внутри этого кадра у вас будет движение, то есть герои могут менять свое положение, это движение создает вам динамику изменения повествования, у вас есть свободное пространство, то есть если оно узкое, маленькое, то значит надо быстрее читать, если оно широкое, значит вам дают время осмыслить содержимое этого кадра. и в кадре у вас всегда есть изображенная часть, то есть это пейзажи, это какого-либо рода описание, есть филакторы для слов, то есть слова они уже передают основное содержание. При этом есть разные жанры, и эти жанры визуально тоже отличаются. Комикс у нас в принципе небольшого объема история, это как бы такой рассказ, может быть даже длинный рассказ, новелла, примерно где-то до 40 страниц, всегда в этой истории одна или две линии, которые как-либо взаимосвязаны, и чаще всего в европейском комиксе герой не меняется, то есть он вот статичен от начала до конца. Есть конечно же исключения, есть авторские комиксы, где специально хотят изменения героя, но тем не менее, как бы не всегда. Текст строится посредством диалогов. Есть нарушения формы кадра, есть как бы психологические сцены, появляются акценты на глазах, на каких-то приемах, нарушения объема, вот видим нарушение границ, но это уже авторские типы повествования. графические романы уже больше, то есть у нас примерно где-то 250 с лишним страниц, если мы говорим про российский графический роман, то там может быть и 500, и 600 страниц, то есть они могут быть очень толстые, там конечно же больше, чем две минии, герои всегда вариативные, они разные, они такие же, к которым мы привыкли в обычной литературе, и там уже повествовательная стратегия шире, то есть у вас не только диалоги, но есть и авторские ремарки, есть романы, которые написаны только голосом автора, как мы привыкли к повествованию от третьего лица, разные типы композиции, разные приемы, подходы, то есть в принципе это чтение, которое требует и наблюдения, потому что ты смотришь и внимание именно вашего мозга к словам, то есть ты должен еще и понимать, на чем тебе делать акценты, но что в хэдкомиксе, что в графическом романе и в разных вариациях, да, это повесть, может быть, новелла, всегда мы как бы держим у себя такую мысль, то что картинка, она большей частью форма, текст несет в себе смысл, то есть текст не подобран просто так, это жесткий синтез, что ты должен проанализировать и внешнее, и внутреннее. Вот, в принципе, небольшой такой экскурс в мир графического слова, я надеюсь, что у вас все успевает укладываться в голове, и если есть вопросы, то сразу кидайте их в чат. Теперь, что же происходит с русским языком у нас в школах? конечно же, ребенок 9-11 лет проводит вместе с нами, и мы должны его научить самому важному языку, чтобы он мог взаимодействовать с этим миром посредством слова, но все ли так хорошо, все ли мы можем достичь в этой жизни за эти 10-11 лет? Ну, вот наш ученик, назовем его условно Вася, он учит на протяжении всей школы русский язык, у него есть книжка, то есть он читает, мы понимаем, что литература для него тоже не последнее место, и нам казалось бы, то, что вот эта цель воспитать полноценную языковую личность, которая способна к речевому общению на русском языке, которая усвоила совокупность знаний о русском языке, у нас сформирована через усвоение разных пластов, да, вот я выделяю для себя то, что у нас есть фонетика, лексика, славообразование, морфология с огромным комплексом знаний, синтаксис, пунктуация, что в общей сложности даст вам еще и орфографию, грамматическую вот эту часть, есть стилистика и культура речи. Возможно, в некоторых школах как-то иначе что-то добавляется, что-то, может быть, исчезает, но в общей сложности наш Вася должен четко знать, знать звуки, да, как правильно все произносить, знать ударение слов, знать сами слова во всех их вариативных возможностях, морфемы, тоже вот очень такой вопрос, почему мы это изучаем, да, стоит у учеников довольно часто все части речи, предложения, смысл, да, пунктуация все-таки работает со смыслом высказывания, определенный регистр, то есть, где ты конкретно, как ты должен употребить вот это вот все, что у тебя было выше, и, конечно же, контекст, то есть, культура речи подразумевает именно контекстуальное употребление языка. Но все ли знает наш Вася, когда он закончит эту школу, все ли он будет использовать в своей жизни? На самом деле, как бы показывает практика, да, ситуация у нас такова, что осталось от Васи, да, от того Васи, который якобы все знал. Вася у нас, в принципе, знает звуки, то есть, он может говорить, он даже знает правильное ударение, он знает все слова, опять-таки, все те слова, которые ему встретились, смысл этих слов, он может строить предложения, я, но при этом учет контекста это всегда большая проблема, учет регистра, да, то есть, как бы мы бы не бились, но все равно возникает проблема, то что люди не могут написать нам заявление, люди не могут сделать объявление правильно, да, люди не могут разобраться с договором, либо же не понимают, как переключаться, в какой ситуации, какие слова можно сказать, какие слова неуместны, да, знания про части речи вообще в принципе выпадают, и, наверное, они даже и не нужны, да, то есть, если человек не знает, что это существительное, это глагол, да, он все равно будет говорить, вот в чем особенность, поэтому тут как бы мучаемся, мучаемся, но только филологам, наверное, это прям будет полезно по своей жизни, то есть, все равно у нас есть как бы проблемы, которые возникают, и вот что с этим делать, то есть, вот мы наконец доходим до этого урока, где мы принесли с собой комикс, и как мы можем на него посмотреть, сразу скажу, то что мы его не читаем, мы его просматриваем вместе со своими учениками, но задача у нас сейчас не литературная, то есть, мы не будем прям анализировать там тему, идею, проблему, насколько хорошо или качественно подобрана метафора, да, нет, мы просто используем комикс для того, чтобы завлечь нашего ученика к нашей языковой работе. Итак, давайте посмотрим, вот мы выбрали, да, все, что у нас есть, вот обложка комикса, сердце, мозг и кишечник, война без конечностей, да, то есть, вы видите сейчас эту обложку, мы понимаем, что в принципе у нас тут появляются уже относительно содержания, вторая часть, мы расширяем кругозор нашего ученика, и что мы можем сделать, вот прям первое задание, возьмите сейчас быстренько бумажку, ручку, да, и попробуйте выполнить задание, которое у вас на экране, да, то есть, посмотрите на картинку, тут прям написано в комиксе, снимались, да, то есть, автор с нами так играет, он говорит, что это прям, да, это сериал, разные главки этого комикса, они о своем, разные эпизоды, все ли слова вам известны, то есть, можете ли вы четко определить, кто где, при том, что, да, все слова вы знаете, но сейчас у вас задача прям понять по изображению, кто нарисован или что нарисовано, но почему кто, потому что они у нас как одушевленные сейчас идут, потом, после того, как мы справились, да, мы все-таки поняли, вот это мозг, это сердце, там, это мочевой пузырь, это мороженое, мы можем поговорить, да, то есть, задуматься, а зачем нам нужны эти органы, вот у вас уже пошла такая задача, да, то есть, добавить к существительным целую другую часть глагол, да, то есть, что делает там пищевод, что делает мозг, что делает сердце, какую функцию они выполняют, при том, что вы не говорите про языковую задачу, вы не говорите сейчас про части речи, вы их используете, вы говорите конкретно про вот органы, про то, что знают ваши ученики по анатомии, чего-то не знают, но вы уже используете языковой материал, и третий вопрос, да, который я предлагаю, третье задание, объяснить цвет и содержимое, да, почему, как бы, у нас там мозг какого-то бледно-розового цвета, а там кишечник ярко-розового цвета, что это за линии такие, то есть, в принципе, что находится внутри, что находится снаружи, все, вы уже общаетесь, вы уже заставили использовать свой языковой материал. Дальше уже как хотите, хотите подчеркивайте, хотите выделяйте какие-то морфемы, без проблем. Ну, в общей сложности вот у нас и получилось, да, то, что вот эти все слова, которые стали просто отправной точкой для вашего упражнения, но ребенок уже не воспринимает то, что он сделал какое-то упражнение, он просто, ну, вот, как бы заполнял какую-то табличку, да, которую вы ему тоже предоставили, прям вместе с ним на уроке, ну, или с ними, если у вас свой класс, вы разработали эту табличку по нужным вам критериям, как у учителя, и взаимодействовали. Теперь пытаемся прочитать уже этот комикс, да, то есть, вот мы перевернули с вами титульную страницу, вот четвертая, пятая страница, я сейчас попробую увеличить, ну, в принципе, как бы видно, да, то, что есть у нас какие-то действия, есть слова, но мы вчитываемся уже в сам этот материал. Что мы видим? Мы видим то, что у меня здесь написано «дайте пефеньки», да, написано «капс локом», что-то большими буквами, что-то маленькими, да, мы видим то, что здесь вот «всять со салат латук», все, то есть, сам этот материал мы можем обыграть, почему так произошло, да, то есть, мы прям можем повторить здесь фонетику, то есть, какие нормы нарушает язык, когда он так говорит, какой процесс произошел, да, почему у него тут фе, у него там два ссе, почему так можно, почему нельзя. И есть у нас сами предложения, предложения построены очень сложным образом, да, почему-то там появилось тире, что это за тире, с чем это связано, вы можете прям поиграться, да, прям вырезать это все из комикса, если он у вас в электронном виде, да, и предложить самим ученикам расставить все эти знаки пропинания, чтобы был смысл. Ну, визуально мы уже восприняли, да, то, что у нас могут быть какие-то звуковые ошибки, которые обыгрывает автор, мы же это обыгрываем для себя, для, как бы, своей фонетической работы. Можем поиграться вот таким образом, то есть, что мы берем комикс, сейчас у вас уже другой комикс, комикс Эмили Марго, и просто залепить, спрятать некоторые слова, некоторые выражения для своих учеников. При том, что, несмотря на то, что сейчас вы видите, как бы, такую детскую составляющую, это не говорит о том, что там студентные, ученики 11 класса будут плохо с этим работать, будут работать шикарно, поверьте. просто у вас будут наполняться ваши пропуски уже по-разному, в зависимости от аудитории. И вот здесь можно прям дать задание, чтобы они восполнили эти пропуски. Вы часто пользуетесь таким упражнением, и, как бы, в экзаменах тоже может встретиться такое задание, то, что вставьте подходящее по смыслу слова. Но вы уже не берете что-то неинтересное ученику, что-то очень абстрактное и далекое от него. Нет, вы ему даете заведомо легкий вариант. То есть, воспринимая вот в такой, в таком контексте это задание, ребенок сразу думает, это легко, я это сделаю. Я даже проводил такой эксперимент, то, что я давал стихотворение Лермонтова «Восполните пропуски», и комикс «Восполните пропуски». Задание аналогичное. Но в стихотворении Лермонтова «Восполнять пропуски» было физически сложнее почему-то ученикам, чем «Восполнить в комиксе». Хотя и там, и там ты вставлял всего лишь по одному слову. Вот. Разница будет, конечно же, в том, кто что напишет, каждый напишет по-своему, кто-то больше, кто-то меньше, потом можно сравнить с оригиналом. Ну, то есть, даже вот если вы сейчас пока слушали меня, что-то восполнили, можете сравнить, да, пришло ли вам в голову там фраза «Попейте воды из фонтана». Ну, необычно, да, то, что вы будете пить воду из фонтана. Но что мы сейчас сделали? Мы выработали навык взаимодействия, навык пояснения, да, навык построения того же самого диалога через эту ситуацию. Мы можем поработать с регистром, да, есть разного рода комиксы, которые дают вам советы, дают рекомендации, вот, как, допустим, такой вариант, да, антипечальки. То есть, сейчас пять способов домашнего ухода за волосами, когда они выглядят плохо. И вот у вас прям задача, да, там перхоть, тусклые волосы, поврежденные волосы, что-то мы уже оставили понятным, да, то, что вот именно примерно так должно быть, как образец, да, то, что смывайте разные части, равные части масла и тому подобное. То есть, ваш ученик понимает примерно уже, что от него требуется. Но не всегда мы можем как бы прям подобрать материал, как нужно составить инструкцию, как нужно с ней взаимодействовать, как ее написать. И если, допустим, у учителя, который работает с РКИ, у нас есть там тема типа рецепты, инструкции и тому подобное, то когда вы преподаете русский как родной, но не всегда, наверное, учебная программа вообще подразумевает то, что об этом нужно говорить. Как ни странно, об этом нужно говорить, то, что многие современные дети, они просто не могут продраться через текст инструкции. То есть они уже так вот, мы как-то сами. Довольно часто нам эта инструкция нужна. Вот как это все выглядело. То есть что мы сделали? Мы взяли готовый текст, мы просто скрыли его. Все. И предложили опять-таки нашему ученику поработать и поискать это все. Можно было воспользоваться интернетом, всеми подручными средствами, дать свой опыт. Главное, чтобы они использовали определенные эти глаголы в повелительном наклонении. Можем усилить нашу работу, взять какой-то текст, где идет акцент на лицах, идет акцент на времени, на положении героя. Вот сейчас у вас например идет иллюстрация из убийства восточном экспрессе Агаты Кристи. И здесь прямо мы видим что у нас большой акцент на лице человека, здесь лица, положение фигуры этого человека. То есть мы можем прямо поговорить о что чувствует сейчас этот человек, как ты это понял, при помощи чего, какие мысли возможны у этого человека. И зачем это важно? Потому что тоже довольно часто наши ученики, они не всегда могут по лицу человека прочитать, что сейчас другому человеку неприятно. Да, ситуация меняется, наши дети большей частью в телефонах, компьютерах, и не все наши эмоции они могут считать. возможно нам как преподавателям не только русского языка, но и литературы и выпадает эта роль объяснять, что вот есть человек, есть его лицо, есть его эмоции, он их испытывает. Из-за чего это происходит? То есть взаимодействовать с его эмоциональным интеллектом. Но это уже будет больше вербальная часть, вербальная работа. Все зависит от того, как вы ее проведете. То есть на самом деле текст это лишь увлекательная форма для вашего наполнения. Ну и самое важное, без чего в принципе мы никогда не обходимся, это напиши текст по заданным критериям, по картинке, и здесь уже зависит от вас. Вы возьмете девочку с персиками или богатыря, либо возьмете какую-то другую ситуацию. Какая разница, что описывать. Главное, чтобы ситуация была говорящая. Вот сейчас перед нами есть какой-то шарж, зарисовка, есть ситуация, ее можно описать одним абзацем. Вот положение героев. Поменяем наше видение, сделаем другой ракурс, и уже мы можем прописать сейчас внутренний мир героя, дать представление о его жизни. то есть скорее всего вы сейчас подумали это какой-то банковский клерк, либо какой-то мелкий чиновник, у него много детей, жена, бедная несчастная, он изменяет им. Видите, у вас уже три абзаца будет готово. То есть мы дали первый абзац описание ситуации, второй абзац внутренний мир героя, третий абзац описали жизнь, и снова заканчиваем этой ситуацией. Поменяли снова видение, и что у нас получается в финале, да, вот вам новелла, то есть на самом деле мы дали просто три кадра, три кадра, которые были нацелены на эту новеллу, мы их описали, и при помощи такого пути мы потихоньку помогли нашим ученикам рассказать целую историю письменно. Вот в принципе какой прием вы можете использовать. Все зависит опять-таки от той задачи, которую вы преследуете. На этом у меня все, то есть если у вас есть какие-то вопросы, то пожалуйста напишите их в чат, задайте их, если возникнут вопросы потом, там, через неделю, через месяц как вы осмыслите, снова посмотрите презентацию, можете мне спокойно писать в соцсетях, в Телеграме, где-то еще, везде, в принципе, я подписан, как Алексей Ротанов, всегда, всегда готов, всегда пожалуйста не стесняйтесь, то есть даже если сейчас как бы у вас нет вопросов, но они возникнут там через какое-то время, с удовольствием на них отвечу. вот все, что я сегодня вам хотел рассказать, все, что подготовили. Так, Диляра, я вижу то, что Татьяна пишет вопросов нет. Большое спасибо за вебинар, очень интересно. А вот вопрос появился. Так, вот Галина пишет, использовали я мемы на уроках, да, можно использовать мемы на уроках, опять-таки зависит от того, какие они в повестке дня или не в повестке дня, но мемы можно использовать в разными путями, то есть либо просто, чтобы скрасить ситуацию, если я понимаю то, что да, у меня будет там тяжелая как бы тема, то можно использовать какого-нибудь каченка, для того, чтобы просто настроить аудиторию на восприятие. А можно использовать мем уже как часть урока, то, что вы прям обыгрываете его, и можно даже попытаться создать свой какой-то мем вместе с детьми. То есть мемы по-разному, но чаще всего именно я с мемами не работаю, потому что все-таки есть разница в возрасте и те мемы, которые понятны современным детям, они не всегда могут быть понятны мне. Опять-таки даже вот то, что многие читают у меня из моих учеников манго, а я предпочитаю европейский комикс, и у нас получается вот такой разрыв по мемам. Они у нас просто из разных областей, поэтому пытаемся работать без них. Ольга задает вопрос, несложно ли воспринимать столько визуальной информации детям? Смотрите, вот я не специально, не просто так использовал именно детские комиксы, чтобы показать, что они для детей, то есть вот комиксы Миль и Марго прямо для начальной школы. Видите, здесь не так уж много визуальной информации, она детализирована, и кадр строится здесь по принципу он большой, он объемный, есть как бы какой-то объект, есть герои. Конечно же, есть учет, и в комиксах в том числе возраста того, кто читает, кто воспринимает эту информацию. Но современные дети воспринимают очень большой объем визуальной информации, потому что они все время сидят в телефонах, они смотрят эти ролики, и их мышление, оно такое, клиповое, да, оно уже настроено на быстрое, яркое, визуальное представление самой выжимки. Поэтому нет, для, ну вот, по крайней мере, по моим ученикам, будь то школа, будь то университет, у них не вызывает эта проблема, у них больше появляются проблемы, когда нет картинок, да, просто сплошняком идет текст, из-за чего приходится довольно часто уже отказываться от чтения только книги, и мы прям хитрим, то, что мы даем там первую главу ты читаешь на бумаге, вторую, третью ты читаешь в интернете, да, в электронной версии, потом возвращаемся там четвертую, пятую, шестую, читаешь снова на бумаге, вот, то есть как-то таким образом подходим к тому, чтобы ребенок вообще воспринял информацию. Поэтому нет, я считаю, что несложно, и в принципе как бы практика показывает то, что они нормально с этим работают. Плюс сама визуальная составляющая, кто-то у вас прочитает ее от начала до конца, да, поймет вот каждый там кирпичик рассмотрит на картинке, а кто-то пропустит многие вещи, это уже вы сами сможете потом откорректировать.